Здравствуйте, дачники! В эфире дачный сезон. Тем, кто никогда не имел дело с землей, может показаться, что после первых заморозков все дачные заботы заканчиваются. Но это не так. Сейчас конец октября. Самое время подумать о том, каким будет ваш участок следующей весной. Почему бы вам не сделать его в японском стиле? Хитрые японцы уже много лет назад смекнули, что лучше всего для отдыха подходят рукотворные уголки, которые повторяют природные пейзажи. Но японским садом можно полюбоваться и в Москве. Уже 12 лет такой сад существует в главном ботаническом саду. Японский сад привлекателен тем, что для его сотворения подойдет любой участок. Ваша дача заболочена или находится на склоне? С точки зрения ландшафтных дизайнеров это замечательно. Если думать в саду только о грядках, конечно, их лучше располагать на плоскости. Но когда мы говорим о саде, неважно, он будет японский или любой другой, ландшафт это такой декоративный элемент, который позволит вам показать самые разнообразные возможности использования растений. То есть взгляд должен отвлекаться от плоскости. Любая монотонность, она ограничивает возможности. Совсем не обязательно отводить под японский сад весь участок. Классические сады в Японии могут занимать всего несколько квадратных метров. Многие дачники для стока воды чаще всего выкапывают канаву вдоль забора. А ведь ее можно пустить по участку прихотливо изгибающимся ручейком, берега засадить цветами. Небольшой пруд, выкопанный на самом низком месте, сделает участок суши, а зеркальная гладь привлечет много полезных животных. Любой японский сад состоит из четырех основных элементов. Самый главный из них камень, затем вода, затем растения и архитектура. Как правило, в японских садах можно увидеть камни серого и разных оттенков серого цвета. Они могут быть более почти черные, темно-серые или почти белые на темном фоне. В наиболее древних японских садах вода была естественная. То есть она была настоящая мокрая вода. А постепенно появляются садовые стили, в которых вода заменяется на ее символическое изображение. Любой японский сад изначально – это реальный природный пейзаж, перенесенный в другое место. Как вы и сами догадались, оформление японского сада – это настоящее творчество. Но у некоторых дачников общение с землей занимает все их свободное время. Со временем большинство из нас становится зависимыми от магазинов. Затраты только успевай подсчитывать. То семена надо купить, то удобрения, то средства для защиты растений. А Юрий Ушаков из подмосковного Жуковского для себя все эти проблемы давно решил. У него все под рукой. Семена – пожалуйста, свои и при том авторские. Ушаковские помидоры отличаются особым вкусом, цветом и даже названиями. Например, к своему 60-летию любитель вывел сорт томатов «Юбилейный». Если вы хотите обменяться опытом или приобрести семена, пишите в город Жуковский Юрию Ушакову. Кстати, со многими дачными хитростями вы можете познакомиться в журнале «Преусадебное хозяйство». Семена, которыми многие дачники уже начали запасаться, взойдут в 2000 году. А ученые-семеноводы уже предлагают новые сорта. Приглядитесь к ним, ведь их по праву можно назвать семенами 21 века. Сегодня мы предоставляем подмосковным огородникам совершенно новый гибрид томата для пленочных реплиц под названием «Фараон». У него не только такое звучное название, но у него прекрасные показатели. Вы видите, какое соцветие. Плоды держатся, не обрываются, они прочно прикрепляются. Они плотной консистенции, они не размягчаются. Их можно сохранять на растении в зрелом состоянии до месяца и больше, что вполне подходит для наших огородников, которые редко бывают на участке. Но самое важное, что этот гибрид не только имеет качественные плоды, но и высокий урожай. У него рекордная урожайность по данным госсортоиспытания в этом году. На нем получено в зимних теплицах до 40 килограмм с квадратного метра. Таких томатов в России еще не было. И я думаю, что выращивая в своих пленочных теплицах гибрид «Фараон», вы будете также получать максимальный урожай качественной продукции. А теперь давайте последуем советам лунного календаря и определим предстоящие работы на дачном участке в ближайшие выходные. С 29 по 31 октября убывающая луна находится в созвездии Рака. В эти дни рекомендуется подзимний посев моркови, петрушки на корень, свеклы и редиса. Для подзимнего посева салата, укропа и петрушки на зелень лучше всего подойдет суббота, 30 октября. Хорошей вам погоды на выходных. И до встречи в среду 10 ноября в программе «Дачный сезон». Субтитры создавал DimaTorzok